Мы собираемся в храме, слышим здесь слова Христа, мы Ему молимся, Его славим, Его благословение получаем. И священники в храме говорят, благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, да будет со всеми вами. Вот если мы понимаем, зачем мы приходим в храм Божий, зачем мы молимся, тогда понимаем, почему столько людей собиралось и собираются вокруг имени Христова. Но вот Христос говорит Симону, отплыви на глубину и забрось сеть. И тот удивляется, наставник, мы ловили всю ночь и ничего не поймали. Итак, давайте опять обратимся к толкованию святых отцов. А что это за период ночи? С одной стороны, да, ночь это самый удобный период для ловли рыб, когда все тихо, рыбу никто не волнует, не плавают другие лодки. И самая лучшая рыбалка это ночь. И вот ночью, всю ночь ловили рыбаки, апостолы, рыбу, и ни одной не понимали, почему и стояли они на берегу, чинили сети. Там попадалась и какая-то ракушка, водоросли. И вот они стоят, огорченные такой рыбалкой, и вдруг слышат, забросьте по другую сторону корабля, по другую сторону лодки. Учитель. То есть самое лучшее время уже прошло, и солнце уже в зените. Кто же сейчас ловит? Но, по слову твоему, забросили. И когда они забросили свои сети, то улов был настолько велик, что лодка стала погружаться как бы под тяжестью уловленной рыбы, ниже своего уровня. Уже вода была у бортика, что нужно было попросить рядом стоящую лодку прийти и помочь собрать этот улов, потому что сети у них прорывались. Что это за сети? Сети – это проповедь Слова Божия. Сети – это те сети, которыми когда-то и нас Христос в добром смысле этого слова уловил в свое стадо, к себе приблизил. Вот потому проповедь сегодняшняя – это те самые духовные сети, которые приглашают, которые привлекают ко Христу всех слышащих и желающих спастись. И кроме того, мы с вами слышим, что сеть прорывалась. Это значит, что многих зовет Христос, но многие не хотят, даже прорываясь, они ищут выхода. И какая-то уплывает, какая-то уходит. Вот почему и люди, приходя в церковь, поставят свечку, и больше им ничего как бы и не нужно. Они остаются среди тех, кто так и не попадает в эти спасительные сети улова Христова. И вот после того, когда этот улов был таким образом поднят на борт лодки, то удивившийся Петр воскликнул «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». То есть стоять и видеть то, что произошло, уже человеку было невозможно. Да, он слушал проповедь. Когда Христос говорил, он так же умилялся, ему так нравились слова Христа. Но вот тут, кроме того, что он говорил, он подтверждал делами то, что он и есть истинный Мессия, и Бог, повелитель неба и земли, и моря, и все, что в них повинуется ему. И вот если бы просто послушать проповедь, апостолы, наверное, бы не пошли за Христом. Они, ну, давай забросим, ну, еще порыбачим, ночь ловили, не поймали, ну, давай попробуем. То есть, как бы так, попробуем, послушаем тебя, что получится. То есть, это не было еще глубокой верой в то, что все получится. Попробуем, то есть, с сомнением таким, и Господь дает возможность убедиться в том, что Он и есть тот самый повелитель всего вокруг, находящегося вокруг людей и человека. И вот тогда, когда апостолы увидели чудо, они все оставляют, и сегодняшняя Евангелие заканчивается тем, что они оставляют сети свои и идут за ним. И когда увидев еще такое чудо, наполнение таким количеством рыб и хлодок, что они чуть не утонули, когда ловили всю ночь и ничего не поймали, они уже не сомневались. Это Он, обещанный Мессия Христос. И вот мы с вами, вникая опять в толкование святоэтической традиции, что же это такое ночь? Ночь – это жизнь без Бога. Это ловитва, то есть, ловля без Христа. А что такое, по Его Слову сделаю? Блаженны, слышащие Слово Божье и хранящие, то есть, в сердце с Овоем сохраняющие и исполняющие Его. Вот даже на примере Петра он уловил такое количество рыб, что, казалось бы, должен быть счастлив. Нужно сказать, что люди в то время жили очень бедно, и рыбная ловля – это было практически самым главным источником пропитания. Там не было заводов, не было фабрик, не было гипермаркетов. Рыбаки – это были самые надежные люди, у которых все время был свой заработок. Но и то не всякую погоду, потому что их скудное жалование, их какая-то доходная часть зависела от всех сил, которым они молились, как могли, и от того, что они поймали. И вот сегодня Евангелие заставляет нас с вами, дорогие братья и сестры, очень серьезно задуматься и поразмышлять над тем, а почему сегодня Церковь предложила нам это Евангелие. Во-первых, мы должны не забывать о том, что хоть апостолы все оставили и пошли за Христом, Христос не пренебрегает и не отталкивает и не отторгает от человека возможность приобретать материальные, необходимые для жизни средства. Это враги Церкви учат, что, а, вы христиане, вам же сказал Христос, вот апостолы все оставили, все оставили, родители оставили, все оставили и пошли за Христом. А вы, у вас есть дома, есть машины, есть даже, может быть, какие-то средства, заработанные вашими руками, вы же должны раздавать все, вас же так учит ваш Христос. Вот что говорят враги Церкви. Но мы сегодня в Евангельском благовестии слышим обратное. Что Христос заботится не только о нашем духовном спасении, но и о материальном благополучии, почему и умножает рыбакам, то есть дает им возможность и приобрести, и заработать на этом улове, и накормить всех своих родных. Вот почему, дорогие, мы с вами должны понимать, что Христос умножает хлеба. Он питью хлебами и двумя рыбками, оказывается, удовлетворяет потребности людей. И не говорит, а что вот вы сидите и слушаете проповедь, и перейдите голодные по домам. Он говорит ученикам, накормите, Господи, а чем у нас нет пять хлебов и две рыбки, чем? А вот рассадите их на земле, на траве. Помолимся, помолимся. И хватит для всех. И он насыщает. Он не говорит, питайтесь Духом Святым, православный. Он наоборот говорит, я напитаю вас. Я позабочусь о вас. Я ваши проблемы возьму на себя. Я помогу вам. Только не делайте ваши проблемы главным смыслом своей жизни. Не гоняйтесь, не стяжите, не собирайте себе сокровища на земле, ибо под него всегда копают воры, и ржа источает, и тля поедает. А ищите прежде всего сокровища на небесах. И все остальное приложится вам. Смотрите, Христос не только не запрещает, заботится и подает, но говорит, не прилипляйтесь к этому. Это все тлен, это все пройдет. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Вот если христиане в это поверят, то они не перестанут работать, не перестанут кормить свои семьи. Они не перестанут ходить в церковь, потому что они кроме того, что питаются духовным хлебом, они слышат, как церковь молится еще о хлебе насущном. Хлеб наш насущный, подавай нам, Господи. На каждый день мы просим все вместе, собираясь в храме, о том, чтобы хлеб в наших домах не оскудевал, и это не вызывает противоречий с нашей религиозной традицией. Мы слышим, как церковь миром Господу молится о изобилии плодов земных. Значит, не грех просить у Господа земных плодов, причем хороших плодов, да побольше плодов, чтобы урожай на Кубани был так хороший, чтобы рекордный. Разве это грех? Но вы же должны все раздать, собрали урожай, и раздайте, и идите. Это неправильное понимание жизни христианской, дорогие мои. Поэтому мы и о хорошем урожае молимся. Если плохой урожай, священника приглашают даже на поле, когда дождь не идет долго, а просят, батюшка, дождя нет. И вот наш владыка покойный, царство небесное, митрополит Исидор, сам рассказывал, что когда совершал молебен в одном районе заслушливом, и прям прошли, батюшка окроплял, прям все поля поехали, и пошел дождь на удивление. А вот соседний район остался без дождя. И говорит, ну как это могло быть? А вот Господь посылает, посылает, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Какой же это наш такой Господь? Как же Его все-таки понять тем, которые не читают о Нем, не слушают Его, не молятся Его, не причащаются Его святых даров? Очень трудно понять людям. И вот здесь я попробую сейчас вам это объяснить, дорогие братья и сестры. Почему Бог дает иногда тем, которые не молятся Ему, в храм не ходят, ни постов не соблюдают, и живут вообще противоположной христианской традиции жизнью. А все имеют, богатство имеют, не молятся, все имеют. Счета в банках там немыслимые, на чем-то крутят, на таблетках там, недавно передали, там 100 миллионов на одних таблетках от онкологии там заработали. Вот почему Бог смотрит, да? Говорят, вот куда Он смотрит? Он же справедливый Бог. Почему Он их не накажет? Почему не наказывает тех, которые путем преступности обогащаются? Вы, батюшка, говорите, что не грех обогащаться? Нет, не обогащаться. А трудами рук своих зарабатывать себе и еще заботиться о других. А почему Бог терпит? Потому что Он есть Бог любви. И мы все Его дети. Даже заблудшие. Это нам бы хотелось бы. Вот бы наказал Он этих всех рекфеллеров, всех миллиардеров, чтобы они там нам хоть помогли закончить роспись. Что им стоит? Там для них такой храм построят ни о чем. Это два раза съездить там на Гавайские острова отдохнуть. Целый храм можно построить, сколько тратится этими людьми. А почему Бог терпит это все? Почему Он их не наказывает и не разворачивает на обратную сторону движения? Оказывается, Он любит их. Их тоже любит. Это мы хотели бы, чтобы ух, с ними что-то такое произошло. А Бог знает, что в свое время это и произойдет. Сколько таких людей, которые у гроба говорят, слушай, а зачем я это все собираю? Я ничего с собой не унесу. И знаете, сколько людей в конце своей жизни начинают это все раздавать? Там отдал то, отдал это. То есть не все, но начинают люди понимать. Вот это ради этого Бога, к которому теперь я перехожу, я сделаю все и буду в храм ходить. А знаете, сколько в храмах ходят богатых людей, которые потихонечку об этом задумываются? Говорят, а зачем? А зачем оно мне это все? Все равно ничего с собой не возьму. Говорят, в гробу карманов нет. Нет в гробу карманов. Туда ничего с собой не заберешь. Нак человек пришел в этот мир, Нак он и с него и уходит. И второй очень важный вопрос. А почему Бог не дает бедным? Ну что же это за Бог? Он видит, вот люди сидят нищие. Там вот, ну вообще нуждающиеся дети, брошенные. Почему Бог о них не позаботится? Вот как-то бы манна небесная, что ли. Или вообще вот этих Рекфеллеров бы развернул в сторону сироток бы. Да одиноких стариков престарелых. Да пенсии бы всем из их жалования повысил. Вот почему не дать денег тем, у кого их нет? Очень интересный вопрос. Очень важный на него ответ. Который мне хотелось бы, чтобы все мы с вами его услышали и усвоили. Бог знает, что если этому бедному, который сегодня ропщет на свою бедность и свою скудость, если дай ему денег, да побольше, он перестанет просить, он перестанет даже работать. А зачем ему работать? У него деньги появились. Он пойдет сначала в большой магазин, а потом скажет, слушай, мне столько денег, что мне в эти магазины ходить? Я буду ходить в бутики. Я буду одеваться так, как другие не одеваются. У меня же деньги-то появились ниоткуда. Понимаете? Бог дал. И он потом живет, начинает богатеть не в Бога, а в себя. И думает, вот это жизнь. И Бог не дает. И у него свой промысел. От нас закрытый. Но о каждом человеке печется Бог. Для чего? Чтобы и богатые, и бедные поняли, теперь самое главное, третье и самое основное. Что наше самое главное, верховное сокровище, это Иисус Христос. Который и всем нам все дает необходимое. И не просто, чтобы ты теперь разбогател и о нем забыл. А чтобы ты помнил Бога своего. Чтобы ты всегда, просыпаясь, увидев новый день, осенил себя крестом еще в постели и сказал, слава тебе, Господи, что я увидел этот новый день. Поэтому вот Господь и говорит, научитесь любить меня через ваших ближних. И знаете, сколько вот так каждый постоит и подумает, а я вот чем занимаюсь? Вот от себя я что могу сделать во славу Божью? Не разбогатеть опять, не взять. Понимаете? Вот у нас так рука работает на сокращение. Обложение давать, нежели приобретать. Вот копейку отдай, рубль. И ты отойдешь, почувствуешь, слушай, как на душе хорошо. Поэтому вот по силам, по возможности, от трудов рук своих и уделяй. И заботься о своих домашних. И последнее, чем хочу закончить, это то, что никто от нас не требует сверхъестественных таких, знаете, приношений. Ни один муж, если он чувствует, что семья его голодает или там нуждается, а он будет благотворить всем. Это будет неправильный поступок. Ты должен прежде всего позаботиться о домашних своих. Кто о своих, о наипаче, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Поэтому ты не имеешь права, если у тебя есть жена, у тебя есть дети, все раздам и пойду за Христом. Не имеешь права. Старцы вообще, вот мудрые старцы, когда приедут, я вот хочу в монастырь один, говорит. А у тебя жена есть? Есть. Ну, у нас такие отношения, я бы хотел все бросить, Господу послужить. А дети? Дети есть. Воспитай всех. Один, если останешься, тогда ты будешь моно. Один. Иди. Я даже не слушал это. Иди. Поэтому вот о детях, о жене, о жене, о муже. Покажи вы все, слава тебе, Господи. Заботьтесь друг о друге. Работайте трудами рук своих. И от изобилия рук своих уделяйте Богу. И никогда не считайте это своим. Бог дал, Бог и заберет. Поэтому Богу Богово. А кесарю, кесарю вам. Вот поэтому желаю вам, дорогие, оставаться живыми и здоровыми. Берегите себя. Не болейте. Приходите в Божий храм молиться. А самое главное, веруйте в Господа нашего Иисуса Христа, который щедро дает нам все, что нам нужно. Он знает, кому из нас что давать. Больше не просите. А просите так, как Господь сам говорил. Молитесь же так. Хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. А у завтрашнего дня хватит своих забот.